Улица Набережная села Витязева граничит с плавнями. Именно там, по предварительным данным, и был очаг возгорания. Сейчас причины пожара расследуются, но уже понятно и так. Человеческий фактор едва не привел к настоящей трагедии. Огонь, разносимый порывами ветра, в любую минуту мог перекинуться на жилые дома. В 17.29 мы получили первую информацию о загорании диспетчером Анапского пожарно-спасательного организона. Было автоматически отправлено 4 отделения основных пожарных автомобилей для своевременного реагирования и уже для возможной локализации и успешного тушения загорания. Однако, данных сил у нас не хватило. На момент прибытия загорание было очень приличным. Распространение было вдоль улицы и вдоль проживания, вдоль нахождения жилых домов. Угроза была жилым домам, поэтому дополнительно автоматически еще отправили две единицы техники. Такие пожары, говорят спасатели, к сожалению, не редкость. Регулярно вспыхивает плавнее на Чембурке, горят поля в Благовещенской. И практически в каждом случае основная причина – неосторожное обращение с огнем. По словам пожарных, существует комплекс мер, которые помогают, если не предотвратить, то существенно минимизировать урон от таких чрезвычайных ситуаций. Для недопущения загораний сухой травянистой растительности в пределах каждого своего земельного участка у нас граждане обязаны проводить уборку сухой травянистой растительности, а также в правилах противопожарного режима предусмотрен пункт, устанавливающий требования к уборке таких насаждений, заброшенных участков, который говорит о том, что ответственность лежит на землепользователях, будь то юридические, физические лица, в том числе и администрация. Тушением пожара занимаются только специализированные пожарные подразделения. Но могут быть созданы добровольные пожарные дружины, которые могут локализовывать пожары на начальных стадиях, если, естественно, это не несет угрозы для их здоровья. Они могут быть сформированы. Насколько я знаю, в администрации такие дружины создаются, но не всегда, конечно, они действенными оказываются. У них в администрациях, в том числе и сельских, есть первичные средства пожаротушения, они обязаны у них быть. Сейчас пожарные инспекторы ведут большую работу, выявляют места возможных возгораний, проверяется подготовленность оборудования в сельских округах, ведется разъяснительная работа с местным населением. Пожарные напоминают, неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии. Руслан Душевский, Анапа-Регион.